Лазертаг, показ фильма и поход на ледовую арену. Именно таким запомнится День защитника Отечества для солдат-срочников из воинских частей Наринмара. Активные выходные для военнослужащих были организованы в рамках акции «День российской армии». Даже переобуваться солдаты-срочники идут ровным строем. Как-никак армия. Когда коньки зашнурованы, военнослужащие отправляются на каток. Многие из них на лед вообще выходят впервые. В их числе и краснодарец Юрий Мелконян. Вы первый раз на коньках стоите? Да. Ну и как вообще? Эмоции, впечатления? Не знаю, необычные. Это вообще супер. А вот еще один южный парень, крымчанин Никита Чеботин, на коньках стоит более уверенно. Я в основном катался на роликах. Вот так и получилось, что научился кататься на коньках. Есть праздничное настроение сегодня? Естественно. Хотелось бы поздравить всех мужчин, всех военнослужащих Архангельской области и также других областей. Всех с 23 февраля. Массовые катания для срочников в День защитника Отечества уже стали доброй традицией. Выезд в Ледовый дворец спорта для военнослужащих организуют ежегодно. На этот раз на лед вышли около 50 солдат. Как поощрение для ребят в регионе мы решили сделать им небольшой подарок – покататься на ледовой арене Дворца Труд. Во-первых, со многих регионов ребята приезжают. И с южных, и с средней полосы не все умеют кататься на коньках. Я думаю, это очень интересно и полезно для них опыт. Организаторы активного отдыха для солдат срочной службы – региональный центр молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи совместно с юноармией. В этом году было решено подготовить более обширную программу. Военнослужащие не только покатались на коньках, но и смогли проверить свои боевые навыки в игре «Лазертак». Завершением уикенда стал поход в кинотеатр. Ребятам показали патриотическую картину «Спасти Ленинград». Алина Волчейская, Вадим Стасюк, Телеканал «Север».